Кто шагает дружно в ряд? Василь Петрович Клаврат Подписчик, я сейчас тебе задам вопрос, а ты ответить максимально собственным объективным мнением. После ролика по Сталкеру я хотел заняться игрой по систем со систем. Уже даже запустил игру, как вдруг проходит несколько часов, и что я делаю? Что происходит? Почему я в Сталкере? Солнце моё, а почему я в Сталкер-то играю? Как почему? А чё нам деньги будет приносить, кроме как-то не Сталкер, а? Привет, мой разумный и абсолютно адекватный подписчик, а может быть даже и подписчица. С тобой я, Бебей, также известный как Буз-буз-буз-буз. Ты, конечно, не поверишь, но после последнего ролика зрители меня просто закошмарили с просьбами сделать ещё роликов по Сталкеру. Такого потока с просьбами даже с Вангерами не было, с Готик-Интери не было, с переходом на Порнхаб не было. Чельки писали мне везде. На Ютубе, ВК, даже в Инстаграм. Причём, кто что писал? Одни просто просили добавки, а кто-то даже советовал моды, сборки, фичи, сексуальные услуги в обмен на контент. Я, конечно, знал. Русскоязычное сообщество обожает Сталкач, но шо прям настолько? Вау-вау! Сегодня я нырнул с головой в мод под названием Народная Солянка. Этот народный шедевр очень даже... Слушай, у многих моих зрителей есть любимые моды для Сталкера. Они хотят, чтобы я обозрел и сказал, какие эти моды класс. Короче, Народная Солянка это такая ху**а. Хе-хе-хе-хе. Ребят, я им б**ал. Как вы в это играете, б**ть? Обычно мододелы это своего рода повара, которые считают, что какое-либо блюдо было бы куда лучше с парой новых ингредиентов. Так вот, Народная Солянка это когда челики сказали, что борщ ху**а и вывалили в кастрюлю юбаный тазик окрошки с двумя сиськами пива. И при всем при этом я получил от мода то, что хотел. Симулятор анального выживания на территории уже даже не зоны, а б**кого цирка Шапито. Сам мод намазан на первую часть Сталкера Тень Чернобыля. Поэтому данное творение очень заходит тем, кто не признает чистое небо из-за войны группировок, из-за в Припяти, из-за возможности носить головной убор. Но настоящие же эстеты и ценители сидят на геймхаг. Геймхаг это фри-то-плей платформа, где вам дают возможность зарабатывать внутриигровую валюту камни душ, которую вы можете потратить на игоре. Да-да, теперь тебе не нужны деньги, чтобы покупать геймсы, ты можешь спокойно нафармить на них, выполняя различные задания в предложенных играх. Когда у тебя накопится достаточная сумма, ты сможешь выбрать любую из 400 игорь на свой вкус и цвет. Вот такая интересная, а самая главная рабочая тема, которую придумали в 2016 году такие же молодые геймеры, как мы с вами. Да и вообще, пока я тебе всё это рассказываю, уже более 4 миллионов пользователей на расслабоне чилят и затариваются и горями, или же сундуками, в которых может попасться интересная годнота. Допустим, специально для вас, то бишь для моих зрителей, был оформлен новый тип сундуков с таким вот приятным содержанием. Чтобы его получить, тебе всего лишь нужно перейти по моей ссылке под видео, зарегистрироваться и ввести вот этот промокодик. Удачи! Геймхаг ждёт тебя! Насколько я понял, тут нет никакого фри-мода и возможности создания персов. Мы всё так же играем за мочёного, чья цель найти себя и уничтожить. Ты сейчас видишь начальную заставку, и вроде всё оки-коки-чики-пуки, но тут вдруг бац, кто-ка-ву-брыгом. В главную сюжетку много чего добавили, всё это взбили и перемешали. Звездочёт говорит мне идти до деревни новичков, причём из обмундирования у меня только кофта-алкашка, штаны-обосрашка и пистолет, при стрельбе из которого ты максимум попадёшь в танцы. С таким набором надо двигаться по зоне, которая щедро обсыпана аномалиями и отсутствием вертикальной синхронизации. На первых порах мне попадаются снорки, и вроде ты сейчас подумаешь, а как я их пистолетом буду бить, но ты помнишь, что я парень пропатченный и прекрасно знаю, как тут правильно выживать. Давай, чепуха томатная, лезь в аномалию! Ай, нет, я попал в аномалию, помоги! А потом игра вылетает при попытке загрузиться. Дружок мой, поскольку тебе знаком русский язык, я думаю, ты в курсах, что даже ванильный сталкер богованный и ебутый, что его рот наоборот. Поэтому не факт, что данный выкрутасы вина мода, и возможно всё не так плохо. Поверь мне, я думал абсолютно так же. На первых порах употребление данного продукта подобно супу, на поверхности приятный пряный бульон, а вот на дне рандомная адская гуща. Деревня новичков вроде абсолютно такая же. Никаких модерских вмешательств я не вижу. Те же сталкеры, те же здания, те же болотный доктор Сидоровича письюны проветривают. Ну так, ебаный! Ты чего в растяжку-то полез? По совету доктора я спускаюсь к Сидоровичу, где засыпаю и во сне вижу пещеру... Нет, вот сейчас я вообще не понял. Эээ, я не подписывался на ужастик. Я хочу пить водку и пихать болт в аномалии. Некий Хабарыч... Хабарыч... Ты бы еще консервных баноч приволок... Некий Хабарыч ведет нас в логово каких-то фриков с каким-то лепрогномом во главе, у которого в питомцах чернобыльский котенок, чья моделька походу взята из метро. Я не вижу смысла в данном ролике особо вдаваться в подробности сюжета, но специально для тебя скажу лишь это. Сейчас на дне этих пещер Меченый должен найти свинцовый ящик, в котором мы оставим у местных на хранение кусочек монолита. Ничего не спрашивайте, я сам немного в культурном ахуе. Кстати, тут я, наверное, тоже буду немного ролеплеить, но уже отыгрывая Моченого. А, Стюарт Литтлы напали. Подписчик, конечно, тут страшно. Какая-то пещера, мутанты, аномалии. Но пока что все в духе сталкера. Осталось только знатно обосраться от скримера и... А, вот и контейнер. Что? Как? А! Ну да, пока что все очень даже в духе сталкера. Прочь сон! Время наслаждаться настоящим. Тем более тут завезли модные эротические журналы. О-ля-ля! Правда, смотреть мы их не можем, а если и можем, то я слишком туповат для этого. Пока что игра в классическом режиме. Все так же. Сидр. Есть дело, Меченый. Бандиты. Ёп! Твою! Попали, су- Флешка. И иногда модерские задания, по типу принести Сидру специальный артефакт. По-перво я действительно не понимал, почему один мой знакомый очень сильно рофлил, просяя меня сделать ролик по солянке. Потому что сейчас я вижу ту же тень Чернобыля, но обильно, а главное годно, приправленную приятными нововведениями. Так я думал ровно до того момента, пока все не начало ломаться. Конечно, по меркам сталкера это еще ничего, но звоночек-то звенит. Странный у тебя костришка, но уверен, греет он шо надо. Я, конечно, не против новых аномалий, но это уже какой-то голливудский кошмар-эпилептика. Хотя спорить не буду, мод вытягивает из меня наружу экспериментатора-суицидника. Допустим, что будет, если я... Ой-ой-ой-ой, мои глазки, что за фигня, кто мне в глаза сикнул? О, современный авангард Ничего, я скоро наконец-то обучусь рисовать И тоже буду рисовать не хуже, а то и лучше Моя мечта Нарисовать мангу по мотивам сталкера На тему запретной любви долговца и свободовца Как приятно быть обычным меченым В таком не страшном месте Не бей меня, мне страшно Кровожадный будет месть О нет А поезд идет И железо поет Знает железо Всего пару Сука, толпьек, блядь, напугал Говяжемякиш ты Вроде я снимаю ролик про мод, а пока что Только вижу приколы оригинальной игры Хотя вот эти крысы меня По первой удивили А за то, что перелопатили тайник стрелка Отдельное уважение Новая пушка, броник и пара новых артефактов Стали приятной неожиданностью Я знаю этот момент Сейчас на нас должен напасть Пси-одаренный гидроцефал под названием кондуктор да да так а где он я уже даже пару шуток заготовил эээ где мой кондуктор вылезаю наружу и оказываюсь в месте где засело много военных на самом деле я точно не помню сколько болванчиков было в оригинале но тут на меня прям какая-то монгольская орда нападает куда же вы лезете хватит убиваться от меня пожалейте свою маму она скучать по вам будет хватит лезть что тут вертолет меня убить хочет что за ужас творится на этой грешной земле хватит переть как стадо у меня скоро игра вылетит такими темпами все хорошо бы да и не бойся рано или поздно не кончится они точно кончатся пробирая до кожи лишая покоя под железной у кожи бьется сердце живой ай не надо иду бить рожу бурву наконец-то снова повоюю против бандитосов это дело я люблю тем более в этом деле мне будут помогать долговцы причем в оригинале я помню мы все это делали в одняру уверен что модеры все сделали нормально и наша операция пойдет как надо но что может пойти не так сейчас этого жирафуфила чисто хитмановским приемом и делаю далее я пошел вниз освобождать плененых долговцев и вот с этого момента мод окончательно начал катиться в сторону жопы начнем с того что пленник въебал мне кулаком прямо в пиздак без какой-либо причины я его все равно освободил а он начал бегать и странно себя вести как ебать что с тобой не так прип***дыш сливочный дальше хуже я попытался сдать долговцу квест а тот меня записал в враги народа со всеми вытекающими последствиями здесь противник я подумал может меня все долговцы во враге записали но нет другой вел себя дружелюбно хоть и так же искал каких-то невидимых врагов народа меня чё-то еще колбасит так нехорошо в глазах все плывет в ушах звенит это я потом понял что персонажа моему надо купить себе рулон кровати и поспать а попервой я думал что меня просто контузило нехило так наконец-то я могу двинуть в лаборатории мне так не терпится увидеть разнообразие в сратых мутантах созданных больным умом мододелов люди а у вас тут походу кровосос залагал я кстати не очень удачно сохранился и поэтому за мной гонится контуженный мутант умеющий бить током и ваншотить мало того он еще с ухо такая не отстаёт а все бежит и бежит за мной отстань ничего эти сейчас добегут до ворота и ливну с локации и этого вот не открывается видимо без годной снаряги мне пока что то лучше не ссуваться но и на этом мои злоключения не заканчиваются ведь бак с долговцами решил пойти куда дальше а именно настроил против меня абсолютно всех долговцев Я не знаю почему и нет, я никого из них не убивал, но теперь походу придётся, потому что иного пути до бармена у меня нет. Убив всех, я пошёл дальше, искренне надеясь, что далее долговцы будут дружелюбны, но нет. На этой локации они также пытаются меня убить, и походу, чтобы нормально двигаться дальше по сюжету, мне придётся убивать всех должников. С одной стороны, звучит интересно, но как оказалось, это ебаный ад. Мои попытки геноцида начали ещё больше ломать игру и генерировать ещё больше аномальных или же просто ебаных моментов. Я вёл оборону из бара, отстреливал садолговцев, спавнившихся у механиков в жопе здания. На меня нападали квестовые бессмертные неписи. Когда я пытался их убивать, гранаты на меня акделились абсолютно все, а когда же они кого-то задевали, то всем было абсолютно по***й. Нервный срыв не заставился долго ждать. В паре вишока я начал закидывать барк гранатами, убивая абсолютно всех и вся, забив болт на прохождение сюжетной линии. Это образовало гуру трупов, а сама же игра внезапно врубила аномальный ивент, призывая на поверхности чудовищ и превращая мёртвых в зомби, из-за чего многие неписи вместо того, чтобы убивать меня, пытались просто выжить, убивая нежить. Я понял, что мне не потянуть такой мега-бадл, и поэтому попытался дать с***й, но даже тут игра сделала ход, и сами смотрите. Да, она вылетела. Далее краши меня ожидали каждый раз, когда мой персонаж ловил психоз от паранормальщины. Всё же, каким-то чудом, я смог убежать оттуда, поспав у механиков в углу, и дождавшись ясного дня. Я закупился патронами и прочим стафом у Сидора, а затем пошёл в лабораторию, чтобы всё-таки чекнуть новых мутантов. Правда, там меня ждало всё то же самое с парой бюреров, анорексичек и моим любимым топтышкой. Топтышка? Топтышка, ты где? Эй, не понял, они что вырезали топтышку? Ну я так не играю. И это была народная солянка, сборник модов и прочих приколов, к которой я надеюсь больше не вернусь. Если кому-то такое нравится, я конечно же только рад, но когда игра летит по пи*** во всех смыслах, лишая тебе возможности балдеть дальше по, ну, слишком уж сталкерский экспириенс. Я ещё слишком слаб, чтобы нырять с головой вот в такое. Если вдруг у зрителей есть годные, интересные, а самое главное рабочие моды, то напишите о них. А я пока что пойду и всё-таки займусь систем со системом. До скорых встреч, сталкеры! Ну как, проветритесь, заходите! Солнце моё, почему я в сталкер играю сейчас? Потому что нам сталкер деньги приносит, играй давай, ролики записывай. Ты чё там бьюсь по голове, чё? Ты же в текстурах б***ь! Я провалился, я не знаю, чё мне делать. Это моё единственное сохранение сейчас. Не могу дальше играть. Ну всё, всё слабо. Заткнись! Не ори! Пожалуйста. Снимаешь? Снимаю. Я там что-то даю. Ставь... Ставь лайк, колокольчик и подписывайся на канал.